Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Чего касается вопроса. Он касается того, что автор, назовём её условно Маша, описывает ситуацию, при которой в её семье от неё всё время требовали быть идеальной, всё время требовали делать всё хорошо, учиться, например, на пятёрке и так далее. По словам Маши, ей было довольно трудно. А младшая сестра, с которой Маша сейчас живёт, является полной противоположностью старших. Ей позволяют всё, её балуют и Маша несёт полную, получается, ответственность за свою сестру. Маша не задаёт вопрос. То есть она просто пишет, что я вроде бы должна быть рада, что у сестры сейчас лучшие условия жизни, но радоваться не получается, потому что это как раз тот случай, когда благими намерениями. И, собственно, всё. Так в чём же ваш вопрос заключается? Какую задачу вы ставите перед специалистами? Вы пишите следующее. Меня раздражают, как родители воспитывают младшую сестру. В данном случае раздражение вполне нормально. Нормально. И вот почему. Вы на свою сестру обижены сейчас. Но вы обижены не прямо на неё. Это нужно, нужно это понимать. Вы обижены не прямо на свою сестру. Вы обижены на своих родителей, потому что те воспитывали вас в достаточно жёстких условиях. Видя сейчас, как воспитывается ваша сестра, вы испытываете зависть и понимаете, что можно по-другому, можно иначе. Вы это понимаете, но понимание вас, понятное дело, не спасает. Но оно вас, в принципе, спасти и не может, потому что есть обида. Что вы описываете? Вы описываете ситуацию на самом деле. Вы описываете такого рода ситуацию. когда очень много вы берёте на себя. То есть вы описываете такой момент, когда очень много вы берёте на себя. Когда, ну по сути, вы всё на себя взвалили. Потому что того требуют ваши родители. Ну, в смысле они требуют, чтобы вы обеспечивали лучшее детство, как они говорят, вашей сестре. Вы не замечаете, точнее не привыкли, вот вы в данном случае не привыкли замечать просто. Того, что вы делаете то, чего не хотите, это первое. И вы не привыкли делать что-то для себя. Мне кажется, что очень сильно вы склонны к тому, чтобы сравнивать себя с другими людьми. Мне кажется, что очень склонны вы к тому, чтобы беспокоиться о том, что о вас подумают. И так далее. Всё это, конечно, мешает. Мешает очень сильно. В этом смысле я бы сказал, что... психотерапию вам имеет смысл начинать именно с этого, с ограничения. себя от родителей, от сестры, вот, со страхов, ну, работа со страхами, которую у вас, как мне кажется, есть. Собственно, вот, вы боитесь, скорее всего, вы боитесь того, что... что будет, если вы, например, скажете своим родителям нет, что будет, если вы откажетесь что-то для них делать, и так далее. То есть вот это, как мне кажется, очень важный момент. Сейчас вы этого не... ну, просто не замечаете. Да, сейчас вы на это просто не обращаете внимания, как мне видите. Ну, это, понятное дело, совершенно не означает, что... к себе... к себе... нужно позволять относиться вот... так... как вот... к вам относятся. то есть это, так... это момент того, как вы воспринимаете себя. Ага... ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что... Есть некоторые трудности у вас с самооценкой, с умением, с желанием полагаться на себя, потому что больше вы думаете о других. И о других думать неплохо, совершенно ничего плохого нет в том, чтобы думать о других. Но только не в ущерб себе, а то, что вы описываете, да, это вот как раз, к сожалению, очень сильно похоже на то, что вы это делаете как раз вот в ущерб себе. То есть вы, ну, предаете себя, к сожалению, в этом смысле. Дальше вы говорите о том, что, смотрите, что вы пишете, вы пишете, так получилось, что по окончании университета я вернулась домой. И на семейном совете было принято решение, что выгодно жить в складшину. И я могу откладывать себе на отдельное жилье. А вот. Что значит «так получилось», что вы после университета вернулись домой? Ну, что значит «так получилось»? Так не получилось. Это вы вернулись домой. То есть, таков был ваш выбор. Таким было ваше решение. То есть, вашим решением было вернуться домой после университета. Чем оно было связано? Дальше. Что значит семейный совет, на котором было решено, что выгоднее жить так-то так? Ну, с каких пор семейные советы определяют то, как будет жить взрослый человек. С каких пор так происходит? Вот. В этот момент тоже не я. По крайней мере для меня нет. Следующее, о чём хочу сказать. Вы пишите, что когда вы, так скажем, поднимаете эту тему, то есть, когда вы начинаете говорить о том, что вот мне бы там жить отдельно, да? Вот. когда вы об этом говорите, то родители говорят о том, что вам ещё рано. И у меня здесь тоже возникает вопрос. не противоречие ли это? Когда изначально договорились. Вот так. А теперь делаем вот так. Не кажется ли это вам немного странно? Ну, а то, что вы описываете дальше, связано, в общем, только с одним. что вы по большому счёту жалуетесь на свою сестру и на то, как её воспитывают. скрывая, как мне кажется, за этим, только одно. Свою обиду на родителей. Обиду, которую, как мне кажется, вы стремитесь, отчаянно стремитесь себе вытеснуть. Но она вас всё равно настигает. потому что, как мне кажется, несколько не такого вы ждали и не на такую вы рассчитывали. Вот. И ныне словами сестра своим поведением, то, что вы столь красочно описываете, олицетворяет все то, что вы хотите сам. Но то, что вы лично были. Когда? Ну, ведь вы должны были, скорее всего, всю свою жизнь работать на имидж родителей. А вашей сестре делать этого не надо. Вот. Здесь нужно сколочить одну важную вещь. Хочется упомянуть её, так скажем, несколько отдельно. Эта вещь касается того, что действия ваших родителей и сына напоминают действия по контролю. То есть вообще-то это контроль. Родители контролируют как вас, и у них это весьма неплохо получается. Родители контролируют и вашу сестру. У них это тоже неплохо получается. Они делают так, чтобы вы и ваша сестра... Серьёзно думали, что без них вы не проживёте. Семейный совет и прочее, что вы описываете... Из этой сферы. Это контроль. Я думаю, что родители говорят о том, что он... Много... Много... И... Сильно... Стараются... Для вас. Для вас. С дочерью. Ой... Ой... Сестрой. Простите, с сестрой. Для вас сестрой. Много... Много... Сильно... Сильно... Стараются... Для вас сестрой. А вы ничего не хотите... Делать. Ну, в смысле, в ответ. Для них. Это... Манипуляция. К... Моему большому... Сочинению. И... Вашей задачей... Учиться... Реагировать... На... Подобную... На... Подобную... На подобную манипуляцию... Учиться... Реагировать... Своей собственной... Реакцией... Конечно же... Ну, тут правда... Есть важный... Момент... В том, что... Для начала... Было бы неплохо... Заметить. Для начала... Было бы неплохо заметить... То, что... Вы чувствуете... То, что вы хотите... Если вы этого не замечаете... А у меня есть только ощущение, что вы этого не замечаете... Потому, что вы... А... Беспокоите... Беспокоитесь... О... Сестре... А... Вам не о сестре нужно беспокоиться... А... О... Себе... Самой... Понимаете, да? Такой... Пока вы это не замечаете... Вам действительно сложно... Как-либо... В этой ситуации быть... Ну... Собственно, вы... Вы об этом и пишите, что... Не знаю... Я не знаю, как быть... И... Это, на мой взгляд... Очень показательно... То, что... Вы не... Не знаете, как вам быть... Ну... Мы... Тоже... В этом смысле... Не знаем... Как вам... Как вам... Как вам быть... Но... Можем помочь... Только... Для этого нужно будет... Изменить... Изменить... Модель... Поведения... Своего... Изменить... А... То, как вы... Воспринимаете сейчас... Себя... И... Свою... Сестру... И... Своих... Своих... Родителей... Это... На мой взгляд... Очень важно... Чтобы вы смогли... Своих... Это... Сделать... Сейчас... Вы пока... Не можете... К сожалению... Эээ... Ничего страшного... В этом... Конечно же... Нет... Мы... Вам... Я... Думаю... Можем... С этим... Помочь... Но... Тем не менее... Начинать работать... Нужно уже... Сейчас... А то... Так... Знаете ли... Можно всю жизнь... Провести... Я... Имею ввиду... Так... Как... Вы... Живете... Сейчас... И... Ничего не изменится... Если... Родители... Вам говорят... Что... Еще... Рано... Но... Они... Вам... В этом... Смысле... Совершенно... Правильно... Говорят... Они... Не хотят... Чтобы... Вы... Уходили... А... С кем... Извините... Будет тогда... Их... Дочь... Вот... Обратите внимание на... То... Как... Вы... Пытаетесь... Поменять... Их... Обношение... К... Дочери... Что-то... Объяснить... Что-то... Показать... Что-то... Э... Рассказать... Сейчас... Давайте... Честно... Хоть раз... Получалось... Хоть раз получалось... Что-то родители надо... Хоть раз, делали ли родители так, как вы хотели? Хоть раз, родители к вам прислушивались? Только честно, только честно, пожалуйста, нет, потому что родители сами знают как им жить, это может показаться странно, мне даже сестра ваша знает как им жить лучше, чем вы, почему я так решаю? Да потому что вы недовольны, только вы недовольны тем, что происходит. Только вам не нравится то, как всё стоит и это понятно. Все живут вроде как, как хотят, все кроме вас. Вас, как вы хотите, жить не получается. Точнее, как хорошая девочка, которой вы, безусловно, являются, вы, скажем так, ждёте разрешения. Вы ждёте, когда вам разрешат жить так, как вы того хотите. Ну вот, всё не разрешают, и не разрешают, и не разрешат. Знаете, как это ни странно, но вы довольно много описываете, довольно много говорите про других. Очень мало говорите про себя. Вы говорите, что закончили университет с красным дипломом. Но на кого? Интересно ли вам работать то, что вы делаете? Или нет? Вот это всё остаётся-то как бы за кадром. И за кадром, за кадром это остаётся мне случайно. Потому что, мне кажется, вы не знаете, не чувствуете, куда вы по жизни идёте. Обратите на него, судя по тому, что вы описываете, у вас как будто бы нету. Молодой человек, нет отношений. И правильно, а когда им быть? Когда быть отношением, если всё своё время вы уделяете другим? Чтобы быть хорошим. Давайте немножечко я сейчас зачитаю вам небольшой отрывок от того же, из вашего сообщения. Вы говорите, у меня была планка всю жизнь и вечно остаётся. Вот эта планка, которая у вас всю жизнь, как вы говорите, эта планка откуда? Это ваша планка? Честно говоря, я сильно сомневаюсь. Я сильно сомневаюсь, что планка является вашей. Я думаю, что это не ваша планка, а планка ваших родителей, которые хотели видеть вас в определённом ключе. Например, они свою дочь, другую, вашу сестру, тоже хотят видеть в определённом ключе. Я полагаю, что так для вас максимально хорошо. Ну, может быть, с их позиции действительно так и есть. Но вот с вашей позиции, мне кажется, всё стоит несколько иначе. И очень важно этот момент учитывать. Очень важно этот момент замечать, что когда вы говорите про планку, вот когда вы говорите про то, что вот у вас есть эта планка, вы её, эту планку не подвергаете сомнению. А, как мне кажется, стоило бы. Стоило бы это сделать. А то, согласитесь, странно получается. Планка есть? А откуда она взялась? Не ясно. Как бы проблемы есть. Кстати, а в чём вообще проблема? Откуда она берётся, как образовывается? Непонятно. Вроде бы хотели про себя написать, а то есть про сестру вроде бы хотели написать. А получилось, что пишите, что свой след на психике отготавливается, теперь я постоянно добиваюсь признания своих действий других и считаю, что всё нужно заслужить. Так это же вы так считаете. И то, как вы считаете, совершенно не означает, что так оно и есть на самом деле. Это вы так считаете. И если вы хотите, это можно изменить. Понимаете? А вам получается как-то вот так, что ни за что вы и не отвечаете. Ни за что вы не принимаете решения. Ни за что вы как будто бы и не ответственны. Но это же не так. Вы ответственны за себя и за свою жизнь. Только как вы, позвольте спросить, с этой ответственностью обращаетесь? На мой взгляд, поверхностно. И, кто знает, может быть, именно потому, что ждёте признания этих самых людей. Считаете, что всё надо заслужить? Ну, вот вы и заслуживаете. Судя по всему, получается у вас не очень хорошо. И, открою вам небольшой секрет. И не получится. Потому что, видите ли, людям это не нужно. Людям не нужно, чтобы у вас получалось что-либо заслужить. Потому что, тогда вы станете свободным. А совершенно очевидно, на мой, по крайней мере, взгляд, что никто свободно видеть вас не хочет. Ну, невыгодно видеть вас свободно. И поймите меня правильно, пожалуйста, в том, что я сейчас говорю, я не имею в виду, что ваши родные плохие, а злые люди. Вопрос не в том, вопрос в другом. Вопрос включается в том, что люди, они могут быть какими угодно. Но как жить вам? Как жить вам? Вот что важно. У сестра есть моя голова на плечах, в том смысле, что я думаю, сестра ваша, способна разобраться сама. По итогу, ваши родители также, по итогу, способны разобраться сами. И вы, по итогу, также можете разобраться сами. Но только когда вы начнете, что называется, понижать вот эту планку, которую себя повторят. А то можно выйти и не выдержать сломаться. А я не думаю, что это то, чего бы вы хотели. По крайней мере, я очень на это надеюсь. По крайней мере, я очень надеюсь, что это не то, чего вы хотели бы для себя. Ну так как? Готовы вы к тому, чтобы себя исследовать? Готовы ли вы к тому, чтобы собой заниматься? Или будете второй мамой для сестры? Из страха, что если вы этого не сделаете, то что? Кстати, кстати, а что? Вот если вы этого не сделаете, то что такого страшного произойдет? Что будет, если вы не будете делать для сестры того, что, образно говоря, от вас ждут? Что произойдет в таком случае? Что, 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 что самого страшного может случиться? Ну, у вас родители как-то лишат чего-то, еще что-нибудь. То есть, то есть, иными словами могли бы вы сформулировать, что будет, если... Планки, вы не сдержите, что произойдет. Я очень надеюсь, что у меня получилось дать вам пищу для размышлений. Я очень надеюсь, что вам есть сейчас о чем подумать. Я очень надеюсь, что вы увидите, что все ваши достижения, не хочется этого, конечно, говорить, но все ваши достижения сейчас представляют из себя ничто. Потому что вы не цените себя. Вы пытаетесь доказать посредством этих достижений кому-то что-то, в частности своим родителям. Но самой вас как будто бы и нет. И это очень печально. И если говорить о том, что мог бы сделать психолог, что поработать как раз таки над сепарацией вас от родителей. На мой взгляд, давно уже пора. На мой взгляд, уже давно пора жить в своей жизни. Единственное что, что этот момент не наступит по чьему-то разрешению. Он наступит только, когда вы сами позволите ему наступить. Но для этого нужно как минимум допустить, что ваши родители вас могут быть разочарованы. И вот тогда будет появиться шанс решить свои трудности. И я бы сказал доиграть то, что вы не доиграли. Вы производите впечатление именно такого человека. Человека, который не доиграл. Кстати, именно по этой причине у вас могут быть сложности с построением отношений. Я не знаю, есть ли у вас или нет, но это может быть одна из причин. Потому что сложно строить отношения с человеком, который, во-первых, держит высокую планку, не позволяет себе слаботься. А значит и другим не позволяет слаботься. И сложно быть в отношениях с тем, кто действует интеллектом, но не чувствуемым. А чувство их стыдится. Это прямой путь к зависимости. К созависимости. Поэтому пока может быть хорошо то, что вы не в отношениях. Вы себя может быть защищаете от страданий и боли и боли. Но мне кажется, что так не должно быть всегда. Мне кажется, что, как и любой другой человек, вы заслуживаете счастья. Так, возьмите его. Это счастье. И не ждите, что вам кто-то его даст. Я буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, если вы, конечно, хотите ее начинать. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам оно пригодится. И вы большая молодец, что начали обсуждать этот нелегкий для себя вопрос. Но это только первый шаг. Продолжение следует. Продолжение следует.